На задворках Саратовской области власти попытались нажиться на жителях. Дело в том, что в селе Головинщина Краснопартизанского района вода из колонок идет с примесью глины. Предприимчивые чиновники вместо того, чтобы решать проблему, предложили жителям покупать воду по 15 рублей за ведро. Почему власти не делают ничего и как выживают люди, выясняла Елена Губенкова. Когда набрали воду? Это неделю целую. И она никак не отстоится. Пить ее невозможно, говорит Валентина. Женщину спасает только внук. Привозит родниковую воду. То, что льется из колонок, можно разве лишь полы помыть. Даже после того, как вода отстоится, в ней четко видна глина. По неделе, по две стоит. Тогда переливаем. Вот как хочешь. Пей, не пей, как хочешь. Мало того, что вода с примесью глины, ее еще и включают по расписанию. Большую часть дня краны колонок сухие. Несколько часов, когда вода идет, люди судорожно наполняют емкости этой грязной жидкостью. Получается, вода только по расписанию? Да. В утром, может, в 7 минут, наверное, часов. Начинается, а уже в 9-м кончается. Привозим. Там все уже спусты. Те, у кого есть транспорт, привозят воду из ближайших источников. Жители, у которых во дворе есть собственные подземные колодцы, здесь считают счастливчиками. А местные власти, вместо того, чтобы решать проблему, придумали альтернативу. Собрали людей и предложили покупать воду по 15 рублей за ведро. Решили по 15 рублей собирать человека. Это власти? Ну да, собрали власти. Я получаю 5 тысяч. 15 рублей я, ну, за ведро. И что я с ведра? Я чайник налью и щи сварю. И все, с ведра. А надо. И, как говорится, и попить надо, и постирать. В один голос сказали, нет платной воде. В селе никто не может позволить себе такую роскошь. Когда местные жители отказались покупать воду, власти привезли одну вот такую цистерну. Правда, бесплатная вода тоже оказалась непригодной для употребления. Она немного чище, чем та, которую подают в колонке, но пахнет намного хуже. Годится только умыться или для полива. Внутри цистерны, мусор, на поверхности пленка. Правда, говорят люди, если уж совсем прижмет, готовы будут купить даже такую. У меня хорошо бочка ее, трехкубовая она отстаивается, мне намного хватает. А вот если б не было? А не было, куда деваться? Пришлось брать бы. Вода поступает напрямую из реки Узень. Бесперебойно обеспечить село засыхающий водоем не в состоянии. Нужно бурить колодцы непосредственно в Головинщина. Год назад, вспоминают жители, власти им пообещали. Так и сделают. Даже начали какие-то работы. Правда, деньги закончились и все забылось. При этом люди готовы собрать собственные средства. Лишь бы забыть, что это такое – добывать питьевую воду. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.